Уважаемые студенты 3 и 4 курсов специальности История, мы продолжаем изучение курса Академическое письмо. Сегодня у нас с вами следующая тема, которая называется «Презентация доклада. Визуальные средства и тексты». На эту тему у нас отведено не так много времени, всего 1 час лекции. Цель лекции – проанализировать понятие «Презентация», «Мультимедиа», «Слайд», рассмотреть особенности презентации научного доклада, требования к электронным презентациям, а также изучить взаимосвязь текста доклада с визуальными средствами наподобие PowerPoint. План нашей лекции состоит из двух опросов. Первый – «Особенности презентации научного доклада». И второй – «Визуальные средства, такие как PowerPoint и текст». Особенности их взаимовлияния и взаимодействия. И теперь тезисы лекции. Начнем с «Особенности презентации научного доклада». Английское слово «презентейшн» мы склонны понимать буквально. Говоря «презентация», мы часто имеем в виду организованный единой темой ряд слайдов. Это один из вариантов, имеющий лишь этот узкий смысл. В широком смысле «презентация» есть своеобразное предъявление вашего материала в абсолютно любой форме другим людям – читателям или слушателям. Оно означает многое, но прежде всего это визуальное или аудиовизуальное впечатление, которое читатель получает от вашей работы в целом. Не только лишь от слайдов, если таковые у вас имеются. Вот посмотрите на забавные картинки, которые иллюстрируют в данном случае презентацию. Докладчик презентует что-то, а слушатели воспринимают его презентацию. Теперь тезис к термину «мультимедиа». Вот латинские слова «multum» и «medium». То есть это одновременно использование различных форм представления информации и ее обработки в едином объекте-контейнере. Например, в одном объекте-контейнере, от английского слова «container», может содержаться текстовая, графическая, аудио- и видеоинформация, а также возможен способ интерактивного взаимодействия с ней. Итак, мультимедиа-презентация – это программный продукт, который может содержать текстовые материалы, видео- и аудиоматериалы, компьютерную графику, анимацию, тексты, таблицы, фотографии, звуковое оформление, дикторское сопровождение, кстати, как в данном случае происходит у нас с вами, а также трехмерную графику. Основным отличием презентации от остальных способов представления информации является их особая насыщенность, содержание и интерактивность, то есть способность определенным образом изменяться и реагировать на действия пользователя. При наличии доступа к сети интернет во время просмотра презентации одним щелчком мыши можно получить информацию с того или иного сайта. А вариант презентации может быть размещен, допустим, в сети интернет. Теперь о понятии электронная презентация. Итак, электронная презентация – это электронный документ, позволяющий, простите, последовательно показывать в полноэкранном режиме слайды. Слайд – это основной элемент презентации. Слайды могут содержать мультимедийную информацию разных типов, текстовую, графическую, такую как диаграммы, графики, картинки, а также фотографии, видеофрагменты и аудиоинформацию, то есть звуковое сопровождение или закадровый текст. Электронная презентация предназначена для демонстрации объектов и событий, которые не могут быть непосредственно представлены аудитории во время выступления докладчика. В зависимости от назначения презентация может быть выполнена в любых программных продуктах, позволяющих отображать слайды с заданным промежутком времени или по требованию докладчика. Для создания электронных презентаций используются следующие программные продукты. Microsoft PowerPoint, StarOffice Impress Presentation компании Sun, Corel Presentations фирмы Corel, а также Macromedia Director компании Macromedia и другие. Одним из наиболее распространенных и популярных средств создания электронных презентаций является приложение Microsoft PowerPoint. С помощью этого приложения можно подготовить выступления с использованием слайдов, которые демонстрируются на экране, распечатываются на бумаге для раздачи слушателям и так далее. По-английски это называется Handouts, то, что раздается на руки. Информация, представленная с помощью мультимедийной презентации в Microsoft PowerPoint, быстро усваивается за счет сокращения текстовой части и замены словесных описаний объекта яркими иллюстрациями, наглядными схемами и графиками. Современные программные средства создания электронных презентаций позволяют пересылать созданные презентации через интернет и публиковать их на веб-сайтах для всеобщего обозрения, что и, собственно говоря, сейчас активно делается очень-очень многими. Теперь поговорим об очень важной проблеме, о требованиях к электронным презентациям. Дело в том, что презентаций сейчас много, их делают многие и не все презентации удачные. В первую очередь потому, что не соблюдаются вот эти самые главные основные элементарные требования. И так существует некоторый перечень общих требований, позволяющих создавать наиболее эффективные электронные презентации. К ним, в частности, относятся следующие. Первое. Требования к содержанию мультимедийной презентации. Отображение темы электронной презентации, данных об авторе презентации или учреждения на первом слайде презентации. Как, собственно, было, допустим, в нашем случае. На каждой лекции первый слайд означает, о чем наша презентация, кто ее автор и так далее. Какой курс означает с нами. Затем, в соответствии с содержанием презентации поставленным целям и задачам. Краткость изложения. Максимальная информативность и достоверность представленной информации. Новизна и конкурентоспособность презентуемого объекта. А также формулировка запоминающейся ключевой фразы презентации. Второй пункт этого перечня. Требования к расположению информации на слайде. Во-первых, необходимо горизонтальное расположение информации на слайде. Форматирование текста по ширине. Размещение наиболее важной информации в центре экрана и выделение шрифтом, цветом. А вставка надписей под мультимедийной информацией. Третье требование, это требование к визуальному и звуковому ряду. Соответствие изображений и графических объектов содержанию презентации. Вроде бы элементарное требование, чтобы то, что показывается на слайдах, соответствовало содержанию презентации. Но даже это не всегда соблюдается. И когда только появилась программа Microsoft PowerPoint, иногда можно было видеть презентацию, куда составитель ее просто натолкал какие-то картинки. Тогда все радовались картинкам. Казалось, что все это так ярко, интересно. Но картинки должны быть со смыслом, во-первых. Они должны действительно подходить, во-первых, к тексту. Они должны иллюстрировать текст, усиливать впечатление от него. А не забивать текст просто своей яркостью и необычностью. И многочисленные картинки вскоре просто стали вызывать скуку, неприятие. Потому что за ними ничего не стояло. То есть визуальный образ должен подтверждаться глубоким смыслом. В том числе таким текстовым содержанием. Смысловым, конечно, в первую очередь. Еще, так сказать, вреду требования к визуальному звуковому ряду. Обеспечение яркости и контрастности изображения. Ну, допустим, вы видите, сейчас в данном случае на белом фоне буквы у нас черные. Или вот в данном случае еще сами требования к тексту, к визуальному звуковому ряду обозначены таким темно-зеленым цветом. А бывает, что, допустим, фоном берется черный фон и на нем какими-то тоже темно-синими буквами, допустим, так сказать, излагается текст. Все это едва-едва можно прочесть. Все это вызывает такое откровенное отражение, так сказать. И никакой яркости и контрастности нет. Составителям презентации тоже нужно иметь в виду. Лучше всего, чтобы действительно на белом фоне четко можно было прочесть графику, буквы, текст и так далее. То есть нужно обеспечить высокое качество используемой, в том числе и аудиоинформации. Да, иногда просто плохо записано, некачественно звук, и, соответственно, мультимедийная презентация от этого сильно страдает. Но ее восприятие слушателей. Четвертое требование – это требования к тексту. Использование контрастных цветов для фона и текста. Выделение ключевых слов в предложении жирным шрифтом или цветом. Соблюдение принятых правил афрографии, пунктации, сокращение правил оформления текста. Недопустимость применения переноса в словах. Использование подчеркивания лишь в гиперссылках. Запомните, обратите внимание на эти требования к тексту. Пожалуйста, можете сделать скриншоты, потом в дальнейшем пользоваться. Очередное требование – это требования к дизайну. Использование единого стиля оформления презентации. В соответствии стиля оформления графического, звукового, анимационного содержания презентации. Использование психологически комфортного фона слайда, не заслоняющего информацию, предоставленную на них. В соответствии шаблона, представляемой теме. И целесообразность использования анимационных эффектов. В какой-то очень серьезной презентации какие-то такие веселые анимашки могут смотреться как-то очень странно. И тоже вызывать отторжение. Следующее требование – требование адаптивности мультимедийной презентации, возможности внесения в нее изменений и дополнений в зависимости от конкретной ситуации. И, безусловно, очень важное – требование безопасности. Вот видите, здесь написано по-английски Internet Safety, Safety – безопасность по-английски. Итак, интернет-безопасность, безопасность в интернете. Требования безопасности просты. Защита от воздействия несанкционированных пользователей, защита от негативного воздействия файлов, пересылаемых по интернету. То есть, как вы понимаете, они могут содержать вирусы, и, так сказать, разрушать все, что создано, скажем так. На этом, фактически, наша основная часть лекции завершена. И мы переходим к вопросам для закрепления. Итак, как обычно, вопросов для закрепления у нас пять. И первый из них – чем, по-вашему, должен отличаться качественный научный доклад? Подумайте над этим вопросом. Второй вопрос, он немножко наводящий к первому. Какова роль визуализации успешности доклада? Третий вопрос – какие технические средства для визуализации предоставляемых материалов вы знаете? Четвертый вопрос – каковы особенности работы с платформой для использования в презентации Microsoft PowerPoint? И, наконец, последний, пятый вопрос – каким образом можно верно сочетать визуальные средства и текст научного доклада? То есть, нужно обратиться к принципам и требованиям, о которых было рассказано буквально только что, и показано на предыдущих слайдах. Ну, и еще важный элемент нашей лекции, без которого не обойтись – это литература по теме данной лекции. Вы видите, что есть подготовка к презентации в PowerPoint. Вот, можно заходить по этой ссылке, так сказать, и вы получите инструкции для подготовки к презентации в Microsoft PowerPoint. Также, учебное пособие для вузов Короткино – академическое письмо «Процесс, продукты, практика». Академическое письмо «Построение научного текста» – это, в данном случае, ролик на YouTube. То есть, это не книга, это именно видеоролик. Вот по этой ссылке вы можете на него войти и посмотреть, как в YouTube специалист покажет, как нужно правильно строить научный текст, правильно выстраивать, правильно структурировать научный текст. Это вот видеоролик на столь популярном у молодежи в YouTube. Также, учебник для вузов Стариковой и письменно-устная и новостная коммуникация – учебное пособие Сёмушина, которое я уже неоднократно вам рекомендовал. Ну, на этом все. Подумайте над вопросами для закрепления материала. Следующая наша тема будет называться «Приемы устного выступления. Правила научной полемики». Таким образом, мы вот от доклада, от основных принципов устного выступления, от визуализации, от презентации доклада перейдем к приему устного выступления и очень важный момент.